Этим летом на автодороге Сургут-Салихарт проведут ямочный ремонт и устранят просадки. Объемы предстоящих работ и состояние трассы оценили представитель губернатора Валентина Полынова, сотрудники госавтоинспекции и обслуживающие организации «Ямалавтодор». Рассказывает Эрнест Бавшин. После схода снега на Муравленковском участке автодороги Сургут-Салихарт от моста через реку Пякапур до так называемого ноля появляется множество ям и просадок полотна. Инспектор дорожного надзора госавтоинспекции на всем протяжении участка замеряет размер выбоин. Все замечания поступят в адрес обслуживающей организации компании «Ямалавтодор». В прошлом году инспекторы в адрес дорожников направили 30 предписаний. Указанные дефекты были исправлены, но после зимней эксплуатации на трассе появились новые дыры. Сегодняшнее обследование автодороги Сургут-Салихарт показало, что проезжая часть не соответствует нормативным требованиям правовых документов. А именно на проезжей части имеются просадки, выбоины, также имеются деформационные швы. В 2019 капитального ремонта на Муравленковском участке трассы не запланировано, но будет ямочный. Все выбоины заделают. Наиболее опасные просадки полотна устранят. Ямочный ремонт заложен в размере 10 тысяч квадратных метров. На ликвидации просадок выделено около 650 тонн асфальтобетонной смеси. Также по предварительным данным, по словам заказчика, будет производиться ремонт дорожного покрытия по протяженностью 10 километров на участке с 332 километра до 346. Отремонтируют этим летом и автодорогу, ведущую в поселок Ханемей. Здесь произведут перекладку плит в местах сильных просадок на участке более 1 километра. Что касается капитального ремонта автотрассы, то сейчас все силы и средства направлены на достройку участка дороги на Дым-Салихард. Планируется, что работа завершится в 2020 году. После этого начнется передача федеральную собственность всей трассы Сургут-Салихард. Окружная дорога готовится к передаче федеральной собственности. Для этого создана рабочая группа представителей Антон-Азийского, 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 Антон-Азийского и Кумерской области. При передаче участка автодороги в федеральную собственность уровень финансирования содержания и капитального ремонта возрастет с нынешних 50 до 100%. Добавлю, что в этом году Ямал присоединился к национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». За пять лет в порядок приведут 70% автодорог. Эрнест Бавшин, Андрей Нагибин, Новости Муравленко.